привет всем сегодня я вам расскажу что брать с собой в эмиграцию мой рассказ будет основан на нашем собственном опыте и я вам скажу какие вещи взять с собой есть острая необходимость я не знаю подойдет ли этот список для любой страны но для тех кто переезжает в америку он сто процентов подойдет почему этот вопрос вообще возникает казалось бы когда у вас уже документы на руках есть визы казалось бы вот собирать чемодан и езжай но если вы едете с детьми хочу вам сказать то внезапно может обнаружиться что даже у самых маленьких членов вашей семьи есть потребности и не всегда те вещи которые они могут взять с собой могут поместиться ваш багаж когда мы летели мы летели компании аэрофлот и нам разрешалось взять с собой по одному чемодану там был строго ограничен вес по моему 21 или 22 килограмма сейчас уже не помню вот я знаю что turkish airlines сейчас в настоящее время пропускает по два чемодана на человека но с другой стороны не радуйтесь рано потому что вы должны представить если вы хотите взять с собой много вещей потому что уезжайте навсегда вы должны понимать как вы будете передвигаться по америке вот допустим вы приземлились в аэропорту майами или лос-анджеса любом другом аэропорту любого другого города сша и вам нужно арендовать машину и если у вас на тот момент находится с вами двое детей и допустим 8 чемоданов то вы должны понимать в какую машину вы их разместите и так значит первым пунктом у меня будут естественно документы в нашем случае документы заняли половину чемодана по моему самого маленького размера но и здесь были не только документы казащийся иммиграции то есть вот эти вот пресловутые желтые конверты которые нам всем дают да но и другие документы которые мы везли с собой наши дипломы какие-то медицинские в общем-то разного рода какие-то письма о подтверждении законности происхождения наших средств и так далее ну то есть мы собрали такой достаточно серьезный пакет документов и мы все везли с собой эти все бумаги у нас заняли приличное место в одном из чемоданов значит во вторых это лекарство обязательно возьмите лекарства на первое время потому что в америке вы столкнетесь с тем что не все лекарства можно купить в аптеке большинство из них продаются только по предписанию врача и соответственно если у вас еще нет страховки нет своего семейного доктора то у вас могут возникнуть проблемы значит с получением вот этих вот лекарств необходимых для вас поэтому будьте добры позаботьтесь об этом заранее даже если вы летите допустим январе феврале марте то знайте что в америке подписка на страховку открывается в ноябре то есть да ну вот на первый год возьмите с собой лекарства лично я брала антибиотики что-то от кашля что-то снижающую температуру кстати в америке можно купить снижающую температуру лекарства особенно если вы летите с детьми имейте ввиду это можно купить без рецепта в любом супермаркете от аллергии вы можете купить в америке в любом супермаркете без рецепта врача ну и даже не знаю что то там противовирусная вот такое а если у вас есть какие-то заболевания то конечно все везите с собой на первое время так в третьих одежда по сезону опять-таки если вы летите в зимнее время и вы летите в какой-то такой штат соответственно что-то будет надето на вас что-то вы возьмете сменные собой ну как бы если у вас вас четверо человек допустим то вы должны понимать сколько обуви поместится ваши чемоданы сколько чего вы можете взять с собой значит четвертое украшение золото бриллианты здесь нет ограничений можно брать с собой декларировать не надо все это на себя надеваете если у вас даже больше перейти в пакетик и привозите этого ничего нет такого ну какие-то памятные вещи я не знаю я привезла бабушкину вазу но она достаточно объемная хотя маленькая ну и я так ее запаковала и внутреннюю положила что-то и ее завернула в одежду общем-то много места я думаю она не заняла очки смотрите очки линзы контактные вот эти вещи тоже возьмите с запасом потому что в америке у вас в первое время не будет времени бегать как бы если у вас ребенок в очках возьмите прям запасные очки ему потому что бегать на эти appointment и если он к тому же без них не видит appointment вам могут назначить на какой-то дальний срок тем более если нет страховки это может быть показаться вам очень дорого но и так далее вот такие вот вещи тоже возьмите себе но и детям любимые игрушки книжки об этом тоже не забывайте потому что вы будете много ходить по инстанциям и вашим детям нужно будет чем-то заняться вот нужно взять с собой какие-то игрушки гаджеты если у них есть все берите с собой вот это такой список первых необходимых вещей которые вам нужно будет взять с собой ну а остальное вы все можете приобрести здесь пожалуйста кто проходил этот путь расскажите какие еще вещи вы везли и без чего первое время прожить невозможно потому что я пыталась вспомнить и вспомнила только вот эти вот нужные вещи по этому списку кого есть дополнительные какие-то комментарии пожалуйста пишите но мне кажется абсолютно все можно купить в америке и поэтому тащить с собой одеяло подушки и прочее совершенно нет никакой необходимости всем спасибо до свидания